Здравствуйте! Физиотерапию и лечебную гимнастику часто недооценивают и обычно ассоциируют с аппаратом ОВЧ в поликлинике. Сегодня мы решили узнать, что скрывается за этими словами и отправились в отделение физиотерапии Саратовской областной больницы. И первое наше движение – учимся расслаблять спазмированные мышцы. Представьте, психологические руки влажные, в теплой воде. Вы встряхиваете кисти. Это очень важно научиться расслаблять. Придерживая за локоть, под локоть, психологически издаем какую-то команду. Идиомоторные встряхивая воду. Следующее движение – слегка подались стулбищем вперед. Движение маховое. Ходьба правое, левое. От плеча движение. Очень сложное, потому что спазмированные мышцы сложно расслаблять. Мы с вами учимся делать это движение. Представьте, получим белье. Потому что каждое движение у вас должно с чем-то ассоциироваться. То есть вот вы получите белье в теплой воде. Движение поперечное, маховое. Вот у вас движение. Видите, какое? Сгиб ладони идет. Вы сегодня видели занятие лечебной гимнастики с пациентами, которые перенесли инсульт. Дело в том, что вы видели как бы второй этап реабилитации. На самом деле, когда пациенты к нам сюда поступают в реанимацию, то уже через 24-48 часов приходит наша служба. И начинается все с пассивной гимнастики. То есть не сам пациент, понятно, а инструктор выполняет гимнастику. Это называется пассивная гимнастика. И плюс прям с первых дней правильная укладка пациента в постели. Его меняют каждые два часа это положение. И это называется в лечебной физкультуре лечение положения. Если пациент не такой уж тяжелый, может быть, это транзиторная ишемическая атака, то ему в реанимации уже может начинать назначаться массаж. Хотя приемы дренажного массажа мы применяем пациентам в реанимации для того, чтобы не случилась застойная пневмония. Также отпускаются такие процедуры, как магнитотерапия, лазеротерапия. Понимаете, когда случился инсульт, именно ишемический инсульт, инфаркт мозга, то у пациентов есть всего лишь полгода, вот когда они могут добиться самых хороших результатов. Восстановление, да, чтобы качество жизни вернуть. Да, и мы в эти полгода, вот мы должны максимум приложить своих усилий. Поэтому достаточное количество реабилитации они получают в реанимации. Затем их переводят в отделение для больных с ОНМК, это именно отделение для пациентов, перенесших инсульт. И это называется первый этап реабилитации. На втором этапе они находятся в отделении медицинской реабилитации. И вот здесь уже пациенты более активны. То есть они могут сюда к нам прийти. Вы сегодня видели пациентов, которые приходят с палочками, с ходунками. Это одна из тяжелых групп. Есть группа легче, которые приходят без этих приспособлений. И у инсультных больных есть такая вещь. Если у тебя есть возможность не взять палочку или ходунки, не бери. Потому что так можно с ними и остаться. И если человек старается из последних сил, то есть, понимаете, в лечебной гимнастике очень важна мотивация. Если пациент хочет, он очень многого добьется. И при желании человек может избавиться от костылей, палочек, уйти. Конечно. Но для этого опять должна быть мотивация. Он должен хотеть. То есть, понимаете, когда на второй этап у нас приходит пациент неразговаривающий, лежачий. Наша задача его научить разговаривать, научить себя обслуживать. И вы видите у нас вот эти вот стенды бытовой нагрузки. То есть, мы его должны обучить тем навыкам, с которыми бы он себя чувствовал комфортно дома, в домашних условиях. То есть, когда к нам пациенты поступают, мы им первое, что объясняем, что должна быть правильная обувь. В шлепанцах он не может ходить. Вы же видели инсультных больных? У них так называемая поза верниками мана. То есть, рука просит, нога косит. И если он вот это движение, как они ходят ногой, совершает в шлепанцах, то он может просто споткнуться, зацепиться стопой, упасть и покалечиться, разбиться. Поэтому мы им говорим, что первое, что это должна быть правильная обувь, фиксирующая стопу. Второе, если есть у них возможность, они покупают или в нашем стационаре пользуются, а потом уже домой покупают, специальные ортезы, специальные повязки, фиксирующие стопу в нужном положении. Что касается руки, у них тоже есть такие специальные ладошки, они многие делают из фанеры, между ними крепят ленточки такие вот специальные, да, из брезента, степлером. И засовывают туда пальчики, чтобы они, у них же рука спазмирована, они разводят пальчики, фиксируют это на два часа. Еще вот о чем хотелось бы сказать. Очень часто, ну, кто-то, добрый человек, рекомендует инсультным больным держать в руках эспандеры, заниматься им. Дело в том, что эспандер, его нельзя детям с ДЦП, его нельзя инсультным больным, это те, у кого есть спастика. Занятия с эспандером, они, собственно говоря, усиливают спастику. Поэтому здесь и упражнения все на расслабление в основном идут, да, конечно, мы возвращаем объем движений, там, силу в мышцах, но прежде всего это должна уйти спастика. И вот чем раньше мы начинаем заниматься, и когда этот их каторжный труд каждый день, да, тем больших результатов мы добиваемся. Может, медицинская реабилитация несколько лет занимать или пожизненно? Это уже остается пожизненно. Понимаете, вот если мы возьмем, ну, может быть, для вашего понимания проще будет сколиоз, да, нарушение расположения, да, позвоночника. То есть там не только искривление позвоночника, но еще так называемое торсио, когда происходит разворот позвонков вокруг своей оси. Сколько нужно заниматься? 10 дней по 30 минут? Нет, это каторжный труд на протяжении всей жизни. Люди с опущением внутренних органов, сколько они должны заниматься? Хорошо, если женщина поправилась, у нее все приподнялось, да, а другой вариант, она должна сколько? 10 дней по 30 минут? Не получится. Она должна заниматься этим всю свою оставшуюся жизнь. И вот я вам хочу сказать, что здесь используются что? Средства, лечебная физкультура, массаж, лечебные физические упражнения, да. То есть ничего не физиологичного для нас здесь нет, да. И как бы вот мы должны это выполнять всегда, утром проснувшись, но мы все с вами ленивые. В течение дня мы должны провести или вечером какую-то гимнастику. То есть даже здоровому человеку лечебная гимнастика? Конечно, это самое физиологичное, что может быть. Понимаете, кто-то может навредить даже йогой, если она неправильно выполнена, если не грамотный инструктор, да. Лечебную физкультуру, вот в принципе, можно как рассмотреть. Вот что физиотерапия, что массаж, что лечебную гимнастику. Ей можно помочь, не помочь и навредить. Понимаете, самое главное, чтобы это делал грамотный специалист. Потому что при каждом заболевании есть свои физические упражнения. И это действительно должно быть по жизни. Возьмем самый простой, человек хочет похудеть. Помните, несколько лет у нас уже появилась вот эта программа коррекции фигуры. Стало очень модно. Почему у нас процветают все салоны красоты? Возьмите, например, мне ответьте на вопрос. Если я вам предложу обертывание, электростимуляцию, массаж, лечебную гимнастику, от чего вы откажетесь? Вы откажетесь от лечебной гимнастики. И так делает каждый. Потому что здесь должен быть ваш труд. И мы видели женщину, с которой мы занимались на беговой дорожке. Она нам говорила, ой, я прошла 3 километра, я прошла Янгельский мост, я уже себе на пироженку заработала. Не хочет никто заниматься гимнастикой. Но при этом мы и не знаем, как ей правильно заниматься. Но получается то, что все мы, и мы же проводим огромное количество времени за компьютером, за рулем автомобиля. И при этом сами страдаем остеохондроз. И можем, получается, профилактировать. Но мы с вами в детском садике все были. Мы с вами в школе все были. Элементарные упражнения мы с вами все знаем. И когда утром человек просыпается, он должен провести 15 минут утренней гигиенической гимнастики. И поверьте, если вы утром сделаете 15 минут упражнения, примете прохладный душ, вы совершенно с другим настроением пойдете на работу. Потому что вырабатываются эндорфины, гормоны счастья. А покажите, что наши пациенты после инсульта должны делать для того, чтобы восстановить утраченные навыки. Вот как раз на стене представлен стенд с такими вещами. Он так и назывался – стенд для возвращения бытовых навыков. Каждый человек пользуется звонком. Правда? Поэтому он должен вот этот навык восстановить. Просто нажать на кнопку. Просто нажать на кнопку, попасть в нее. Обязательно включение-выключение вилочки в розетку. Попасть. Это обычный выключатель. Самый простой крючочек. Понимаете, у них нарушено, вот мы говорим, рука просит, мы ее должны развернуть в обратную сторону. У них ротация нарушена, много движений нарушено. Поэтому он должен уметь провести вот этот шарик. Или вот, например, самое простое. Вот это движение он не умеет делать сразу после инсульта. В зале ЛФК они занимаются этим. То есть нужно попасть в тоненькую, маленькую дырочку. Провести вот такие движения рукой. То есть, казалось бы, для нас это очень элементарно. Но они этого делать не могут в силу своего заболевания. У пациентов с инсультом страдает мелкая моторика. И нужно ее восстановить. Вы находитесь в отделении региональной сосудистой центра, где лежат пациенты с острым нарушением мозгового кровообращения. Это зал у нас лечебной гимнастики, где проходит реабилитация больные. Одно из средств являются тренажеры, которые вырабатывают координацию. За счет функции движения восстанавливается память, речь. Это специальные тренажеры, которые были приобретены именно для восстановления пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. Вот обратите внимание на теровитал, которые именно вырабатывают синхронность, коррекцию движения верхних и нижних конечностей. То есть у пациента руки фиксированы? Фиксированы верхние конечности к специальным лопастям, которые дают движение вперед и назад. Две функции развиваются. То, что нарушается во время острого нарушения мозгового кровообращения. И также фиксируются нижние конечности. И также отдельно прорабатывается координация и коррекция функции ходьбы. То, что нарушается во время заболевания. Мы находимся в кабинете стабилометрического тренинга, где происходят занятия зеркальной терапией. Что это такое, расскажет Михаил Сергеевич. Зеркальная терапия – это, по-моему, метод восстановления пациентов с перенесенными острыми нарушениями мозгового кровообращения, целью которого является восстановление нарушенного объема движения в кисти руки. Пациент садится за стол, где расположена установка для зеркальной терапии. Располагает пораженную кисть руки в закрытую часть установки, а здоровую кисть в открытую часть установки. После этого пациент начинает выполнять обеими руками одинаковые упражнения для кистей. Например, сжимать и разжимать руки в кулак, либо сдвигать и раздвигать пальцы. При этом постоянно наблюдая за здоровой кистью руки в зеркале. По мере продолжения занятия больная кисть начинает подхватывать движения за здоровой. Что должна делать больная рука? Он принимает отражение своей здоровой руки за больную, и постепенно движения больной руки улучшаются. А это что за аппарат? Это стабинометрическая платформа. Устройство для оценки и восстановления равновесия. В эту платформу вмонтированы датчики, которые реагируют на перемещение центра тяжести пациента. Когда пациент смещает центр тяжести и перемещает по экрану объект, он выполняет определенную игровую задачу. Выполняя эту игровую задачу, он тренируется поддерживать равновесие положения и стуя. В данный момент пациент смещает ногами центр тяжести и передвигает курсор вправо-влево. Ой, надо ловить пузыри. Чем больше пузырей он собьет, тем успешнее считается он выполнил задание стабилометрического тренинга. Эдуард, это тяжело. Ничего. Интересно? Да. Но сколько нужно курсов для того, чтобы восстановить равновесие? Восемь-десять занятий за время пребывания пациента в стационаре. А какое у вас занятие? Первое. А, в первое, и вы уже такой молодец. Галина Евгеньевна, мы с вами говорили о лечебной физкультуре. А есть процедуры физиотерапии для больных после инсульта? После инсульта мы очень широко применяем физиотерапию. Что такое физиотерапия? Это применение физических факторов. Либо естественных, но тогда это называется курортологией. Это то, что применяется на курортах, в санаториях, в профилакториях. Либо приформированных, физически получаемых. И, конечно, нашим пациентам, которые перенесли инсульт, мы применяем лекарственный электрофорез, галеванизацию, дарсонвализацию, ультразвук, ингаляции. То есть объем помощи очень большой. Вот новая суперсовременная установка, правильно, называется Реокси? Реокси. Да, терапия. А что это означает? Вот в физиотерапии появляются вот такие методы. С одной стороны, он новый, это современный аппарат, дорогостоящий аппарат, немецкое оборудование. С другой стороны, это метод, изучающийся уже много-много лет. Дело в том, что когда-то изучали, как у человека функционируют разные органы системы, и ученые такие были, как Стрелков, Чижов, пришли к выводу, что матка беременной женщины работает в гипоксическом режиме. То есть то достаточное количество кислорода насыщения, то недостаток кислорода. И таким образом эта матка готовит, как бы вот в таком гипоксическом режиме, в стимуляции, да, готовит ребенка к родам. И вот этот фактор решили применить на практике. И изначально для онкологических больных был придуман метод нормбарической гипокситерапии. По-другому он называется горный воздух. И такие аппараты, они у нас есть в Саратовской области, в Саратове. Там, получается, пациент дышит через маску пониженным содержанием кислорода. То есть если мы сейчас с вами все здесь стоим, то мы дышим воздухом, в котором содержится 21% кислорода. Когда мы с вами поднимаемся в горы, процент кислорода падает, и на 5000 метров уже кислорода у нас 10-12%. И мы все знаем, что существует много литератур, говорящей о пользе гор, да, об этой гипоксии. Но в горах пониженное давление. Здесь почему называется норма бареи? Потому что при нормальном атмосферном давлении. Поэтому называется норма барической гипокситерапии. Что касается вот этого метода, то здесь вы видите, они пошли дальше. Здесь не только он дышит, человек пониженным содержанием кислорода, но это и чередуется с дыханием повышенным содержанием. То есть пациент во время одной процедуры от 10-11% кислорода получает до 30-40% кислорода. Каждому пациенту дается вот такая индивидуальная масочка. И вот здесь, лежа на кушетке, вначале проводится 10-минутный тест. И аппарат сам тестирует каждого пациента. То есть он по пульсу и по сатурации, это насыщение крови кислородом, потом подбирает индивидуальную программу пациенту. И вот после того, как 10 минут тест прошел, 40 минут пациент находится на этой процедуре. И если вы посмотрите, здесь достаточно большое количество показаний, практически нет противопоказаний, и очень много с целью профилактики. Это метод повышения неспецифической резистентности организма. То есть если я вам не додаю кислорода, ну, как мы говорим, поддушиваю до вас, то у вас все органы и системы начинают работать в усиленном режиме. Активируются, да. Да, то есть, понимаете, вот здесь, если вы посмотрите, здесь вот уже стоит ожирение. То есть на самом деле очень много работ, связанных с этим вот методом лечения, завязанных на лечении ожирения. Потому что улучшается углеводный обмен, жировой обмен, все виды обменов. Восстанавливается кровоток. Почему мы берем с вами вот в неврологию, именно вы видите, приходящее нарушение мозгового кровопрощения и реабилитации после инсульта. Потому что появляются новые капилляры, восстанавливается кровоток, и в том числе восстанавливается кровоток в области головного мозга. И даже эндогенную депрессию, и наркотическую алкогольную зависимость. Да, и здесь вы увидите не только депрессию, а вот обратите внимание, мы имеем в своем арсенале очень мало физических факторов, которые применяются именно при деменции. И в показаниях у этого метода стоит болезнь Альцгеймера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова